Казахстан Казахстан В Казахстане сроком на 6 месяцев введен запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота. Об этом говорится в приказе министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Какие перспективы ожидают отечественные кожевенные заводы, расскажем в нашем следующем материале. Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на 2 года регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов. Код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4707. Сроком на 6 месяцев необработанных шкур крупного рогатого скота. Код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4101. Говорится в приказе от 19 февраля 2019 года за номером 89. Глава МИР поручил уведомить о запрете Министерства национальной экономики, Комитет государственных доходов Министерства финансов и пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. По словам представителей Министерства по инвестициям и развитию, решение принято в целях поддержки кожевенных предприятий страны. Средняя экспортная цена выделанной кожи почти в 4 раза превосходит цену полуфабриката. Ранее аналогичный запрет для обеспечения сырьем и загрузки казахстанских кожевенных предприятий действовал с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Он показал положительные результаты. Во время действия запрета началось восстановление деятельности кожевенных предприятий, увеличена загрузка производственных мощностей и повысилась эффективность отечественного производства данной отрасли. Производство готовой кожи с 2015 года увеличилось в 4 раза, в 2017 году составив 15,5 миллиона квадратных дециметров. Также на 91% вырос объем экспорта выделанной кожи. Основными потребителями на сегодняшний день являются фабрики России и Турции, покупают нашу продукцию и итальянские производители. Основная задача на сегодняшний день – производить готовую продукцию внутри страны. В первую очередь это обувь. Потенциал у отечественных предприятий большой, а объем рынка впечатляющий. Но без волевого решения представителей власти осуществить все задуманное практически невозможно. Обсудить тему сегодняшней программы к нам в студию пришли председатель Ассоциации переработчиков кожи, меха и обобщиков Казахстана Бейбат Рахимгалиев и директор Аркалыкского кожевиного завода Ержан Сальков. Господа, спасибо, что вы сегодня в нашей студии. Первый вопрос. Ввели запрет на экспорт необработанных шкур в Казахстане. Создаются благоприятные условия для отрасли в целом. Но я так понимаю, что проблем еще очень много, и они такие большие, системные. Можно здесь озвучить их? Что на данный момент самое основное такое? Да, ну запрет вывоза это был один из важных вопросов, который мы ставили. Почти два года этот вопрос решался. И наконец, благодаря, в первую очередь, конечно, Министерству индустрии и инфраструктурного развития, закон ввели, правда, на шесть месяцев. Потом будем пролонгировать каждый на три года. Поэтому, ну, проблем, конечно, хватает. У нас в Казахстане получается 13 кожевинных заводов. К сожалению, практически они все простаивают. Но для того, чтобы понять, что кожевины, кожевина индустрия, она неразрывно связана с обувной. Поэтому есть некоторые цифры, скажем, коллега сейчас озвучит, чтобы было понимание, то есть емкости рынка, рабочих мест, чтобы было о чем говорить. Да, если вы говорите, вот, немного вернусь по запрету, наверное, мгновенного эффекта, допустим, ждать не нужно. Почему? Потому что этот эффект, он будет, он не только вот запретили цен, снизить цены или там, есть выбор, это эффект такой, будет и качественное сырье. В первую очередь для государства выгодно в этом. Эффект есть в том, что сырье выйдет из серой зоны. На сегодняшний день все, кто экспортирует в виде сырья и не экспортировал, ну, сами понимаете, это минимальная цена, скажем так, с минимальными затратами на оплату пошлин. Если посмотреть, сколько было оплачено пошлин за прошедшие годы, то это просто копейки, там, 134 тысячи долларов или какая-то пошлина. То есть это мизер. И говорить о том, что государство потеряет на этом деньги, ну, это, наверное, несерьезно. А эффект, он сам по себе будет, в первую очередь. Например, с заводом нам серое сырье не нужно. Нам нужно с налогами, оплаченное, с правильными документами, так сказать, сырье. Тогда это уже, в первую очередь, эффект первый. Пусть это будет даже изначально, скажем, на уровне индивидуальных предпринимателей, но 3% они заплатят. Это раз. Потом есть НДС и все остальное. Плюс это ветеринарный надзор. Когда сырье выходит из этого, посмотрите, сколько сырья было исследовано официально через ветеринарию на наличие сибирской язвы. Так называемая реакция сколь? Минимум. При огромном забое, который происходит, подворовый забой и так далее. Но это отдельная тема, наверное, по забоям, по качеству сырья. Мы сегодня вот все не охватим в этой программе. Но в любом случае эффект, он будет. Что касается вообще кожейно-обувной промышленности, во всем мире кожейно-обувной промышленности никогда не разделяют. Обувь и кожа всегда это одна и та же промышленность. Почему? В первую очередь, надо понимать, что на сегодняшний день проблема потребления в Казахстане обуви порядка 42 миллионов пар. То есть, если брать, я говорю о всей, это без гособоронзаказа. То есть, рядовой человек покупает осеннюю обувь, такую, покупает обувь для детей, зимнюю. Будем говорить, грубо говоря, от тапочек до зимних сапог. То есть, в год в Казахстане 42 миллиона пар? 42 миллиона пар. И я так понимаю, что это еще минимальный показатель? Да. И эта емкость в 420 миллиардов тенге. Вы представляете, какие деньги? Это вы посчитали, что пара стоит 10 тысяч тенге? Да. Это возьмем, скажем так. На сегодняшний день детские сандали стоят 7 тысяч. Минимум. Я думаю, что многие в этом знают. У всех есть дети, у кого-то внуки. Поэтому все знают, что на сегодняшний день это проблема. В Казахстане ни одной пары детской обуви не производится. Хотя на 2 года одному ребенку требуется 7 пар. За 2 года один ребенок минимально тратит 7 пар обуви. Ну, растет. Растет. Вот и посчитайте, откуда вот эти 42 миллиона пар. И ни одну из этих миллионов пар мы не производим. Мы не производим. Из этих... Доля казахстанской обуви сегодня в гражданке 0,23%. То есть практически ее нет. Естественно, говорить о том, что будет развиваться кожейная промышленность, да, кожа работает для обувщиков, одежду мы тоже не шьем. Есть еще мебельная, автомобильная кожа, да. То есть, ну, здесь вообще полный нот. И в любом случае, самый востребованный, то есть постоянно который, ну, мебель, скажем, она на 10 лет кожаная обувь, мы сами понимаем, постоянно нужно ее шить. И ничего другого, кроме кожи, или так скажем так, ничего не придумали лучше, чем кожаная обувь. Это уже все эксперименты, которые проходят, ничего хорошего не дают. Мы еще говорим о качестве обуви, особенно детской. Сегодня та обувь, которая приходит в Казахстан, скажем, из Китая, ну, она практически, ну, будем говорить так, кроме вреда ничего не приносит. То есть мы не знаем, какой химии она обработана. То есть, судя по запахам, то есть это явно есть и фенолы, скорее всего, это красительности там на нитрооснове, что вообще запрещено. Фенолы это вообще канцероген. Канцероген. Прямой канцероген. То есть мы говорим не только об экономическом, да, то есть еще и вообще безопасности, наверное, страны. И если говорить о емкости рынка, если мы даже, допустим, в ближайшее время, хотя бы, вот Россия на сегодняшний день 30% довела долю своей обуви внутри страны до 30% при 150 миллионном населении. А если мы доведем хотя бы до 15%, то это будет примерно в денежном вооружении около 100 миллиардов в тенге. Рынок. Рынок. Да, рынок. Еще тут вопрос стоит, как раз сейчас актуально, скажем, трудоустройство граждан, да? Да, рабочие места. Мы все понимаем, да, что, скажем, сейчас вот даже если придет, скажем, инвестор и скажет, давайте буду строить авиационный завод, то на подготовку специалистов идет 5-10 лет, плюс еще обучение и так далее. Это, как президент сказал, это 100 простых шагов, это то, что, например, легкая промышленность. Скажем, сейчас основная масса, скажем, как раз это актуально сейчас, это безработные женщины, особенно, которые старше 40-50 лет, это бывшие работницы развалившейся легкой промышленности. Потому что, скажем, тот сегмент, скажем, здравоохранения, врачи, как было количество, такие сидят на местах, образование педагоги сидят, там, кто там еще, экономики, бухгалтеры, экономисты сидят, они никуда не делись. То есть где-то может увеличились, уменьшились. Да, швеи, допустим, работавшие там на фабриках. Да, поэтому сейчас это вот основная масса безработных женщин, которые получается именно швеи. Сейчас доля мужчин и женщин обувной промышленности 50 на 50, вернее, 48 на 52, но пополам. Но дело в том, что, скажем, в лучшие годы советской, скажем, той поры, которую мы застали еще, доля мужчин была 5-10%. То есть это механики, наладчики, электрики, вырубщики, то есть без которых, без мужчины, основное составляли швеи женщины. Теперь, получается, мужчин как было, так и осталось, а женщины все сократились. Поэтому вот эта программа, о которой сейчас мы говорим, что мгновенно обеспечить рабочие места, это как бы, скажем, под силу, потому что здесь надо развивать в первую очередь обувную. Ну, конечно, не только обувную, потому что возле каждого кожзавода получается мультипликативный эффект. Это, скажем, кто седла делает, ремни из натуральной кожи, сумки из натуральной кожи, потому что сейчас люди, наверное, женщины устали, наверное, от этих блестящих побрякушек, там, Прадо и так далее. Они готовы носить, например, кожу из, пусть даже нашего, но натуральной кожи. Скажем, вот даже в Астане есть девушка, у нее там мебельные, ой, мебельные, сумочные производства, она покупает кожу в Турции. То есть вынуждена, скажем, отправлять большое количество денег заранее, потом они высылают самолетом, конечно, очень... Логистика. Да, логистика, и тем более она не может выбирать сама, то есть не может пойти пощупать и высылает практически по фотографиям. И вот ее мечта, скажем, чтобы какой-нибудь завод работал, и она могла заказывать там цвета, рисунки, например, там, пусть даже небольшой продукт. У наших производителей, да? У наших производителей, и это не только ее. Смотрите, принимаются меры, вот как вот мы уже сказали, комфортные условия создаются. То есть теперь отрасль развиваться будет? Или опять же есть какая-то большая системная проблема, которую необходимо быстро решить? Да, вот смотрите, да. Их не одна, их много. Их много сейчас, давайте постараюсь потихонечку, да. Первая проблема, как уже отмечалось, 13 кожзаводов, все лежат на боку. Если бы хоть один из них работал на 80%, можно было сказать, да, значит, у 12 заводов менеджмент никакой, это плохие директора, не умеют руководить. Ну, вот половина есть, остальные надо либо потягиваться, либо закрываться. Ну, а когда все лежат на боку, это значит система. Первая система – это финансирование. То есть все кожзаводы имеют, абсолютно все, имеют, скажем, проблему с нашими финансовыми институтами. То есть каждый завод, скажем, вот, даже вот Таркалыкский из-за 58 миллионов тенге сейчас не может получить финансирование. Хотя, например, 58 миллионов тенге для кожевого отрасли, когда у него один станок, там 42 миллиона тенге стоит. Ну, мы рассказываем, да, историю Ержана, 58 миллионов на самом деле, а пенят чуть ли не в два раза больше. Да, и таких проблем нужно, то есть финансирование сейчас получается так. Ну, смотрите, давайте прямо вот, чтобы мы понимали. Первое – финансирование. Второе – наверняка какие-то вот… То есть это сырье, качество сырья. Качество сырья. Да, потом, если есть внутренний, скажем, да, основной химикат для дубления, получается, хром-дубитель. Сульфат хрома, который производится практически единственным в мире заводом, не единственным, но один из крупнейших заводов в мире, наш Актюбинский завод хромового соединения. То есть даже это у нас есть? Да, у нас есть, но, смотрите, да, в Италии его цена 300 тенге за килограмм. В Италии. Нет, я перевезу, да, 300 тенге стоит. Курсзаводы покупают тоже по 300 тенге. Но в Италию дорожные расходы составляют, ну, представляете, да, то ли он, например, с Актюбинского до Аркалыка довезет, или там… Поэтому получается… То есть продукция Актюбинского завода в Италии стоит 300 тенге, в Казахстане стоит 300 тенге. Да, да, да. И причем, скажем так, наш завод хромовых соединений Актюбинский им поставляет на склад, да, я вынужден поехать в Актюбинск. Покупать вагон сразу. Покупать вагон, потому что, ну, логистика, если я буду покупать, и потом… По нашим дорогам, так скажем, от Езеркалака до Актюбинска я не могу купить. Ну, минимум 20 тенге и положить это на склад. За мной мы говорим, куда деньги? Потому что, да, потом то же самое с другой химией. И, ну, даже с этой химией… Давайте сделаем так. Вот у нас есть ассоциация. Вот о роли этой ассоциации. Мы, наверное, вот потом как-то вот уже скажем, да, сколько есть возможностей, наших предложений. Сейчас поговорим о проблемах. И, наверное, скажем о своих, вот, какие у нас есть конкретные предложения. Министерство индустрии вообще. Да, на сегодняшний день есть какой-то, ну, повернулись лицом. Вот после вот программного выступления, после президента страны, после обращения к народу Казахстана, сентябрьского. И уже у всех на устах. Давайте, вот, вы же помните, да, когда президент сказал, если вот вас с вас снять, все, не производство, голые будете ходить. Это на самом деле так. Вы представляете, мы говорим о рынке, только об умной промышленности, говорим о миллиардах тенге. А вся страна и легкая промышленность. Одежда, текстиль и так далее, и так далее. Это же, у нас шерсть практически не перерабатывается. Максимум, что делает, это вот один Порш в Таразе его моет. И вот в мытом виде поставляет куда-то. Мы не делаем ничего, не из шерсти. У нас козий пух, который на рынке европейским стоит до 100 евро килограмм, чищенный, вас выбрасывает на свалку. У нас сегодня программа... Да, 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 ну и у нас есть, мы будем говорить... Давайте тогда, я продолжу. И у нас вот в этом... Ну я так думаю, что вот административный барьер тоже присутствует. Административный барьер, как бы, скажем, сейчас спасибо, что пошли навстречу, что МИИР и МСХ идут навстречу. Но все-таки, скажем, соседний Узбекистан, который сейчас бурно развивается, да, там есть такой министр инвестиций и внешней торговли, Сардор Мурзаков. Он же является представителем ассоциации кожеведника и обувщиков. То есть, представляете, да, то есть решение принимается в одной голове, да, и инвестиции, и внешняя торговля, поэтому они бурно развиваются. Они только в 2018 году построили 12 обувных фабрик, которые могут... У нас 13, а не 12 построили? Новых построили, плюс там, по-моему, к 30. Могу ошибаться, но, по-моему, к 30 было. Вот, Ержан, только что говорил, в России 30% доля, да, вот, местного рынка. В Узбекистане сколько? Ну, наверное, уже под 90, наверное. Полностью они фактически себя обеспечивают? Потому что... Так это же скоро еще и к нам придет? Или уже идет? Уже идет. У нас сегодня, скажем, там, вот по шурно-седним изделиям. Попадите на рынок Астаны, Киргизия. Киргизия, Узбекистан, практически все седла, ну, там, может быть, там процент нашего производства, не знаю, наверное, может, один процент есть, не больше. Если даже один процент есть, то они кожу покупают где-нибудь на стороне. То все равно покупают в Киргизии или... Еще один парадокс. Еще один парадокс. Да, у нас тут коневодство, скажем, растет. В это время мы не успеваем, конечно. Все везут с Киргизией. Да, поэтому эти проблемы есть. Вот, скажем, даже вот по... Который только что озвучил программу, скажем, хром-дубителя, скажем, ну, уже в МИДе, ой, в мире лежит наше письмо. Обещали помочь сейчас немножко, как бы, через некоторое время, наверное, мы этим более плотно займемся. Следующая проблема, которая, вот, скажем, финансирование, это очень большая проблема. Есть вот эти, скажем, такие, скажем, припоны, скажем, да, скажем, плюс еще у нас качество. Вот качество сырья. Сейчас, скажем, в Турции есть такое понятие, называется, или в Китае даже называется казахское сырье. То есть, скажем, особенно МРС. Если помните, да, кто у нас в 90-х, все хорошо знают. Турки у нас вагонами скупали, потому что у нас сырье, само по себе, из-за климата, скажем, плюс 40-минус 40, у нас кожевая ткань, овчина, она очень крепкая и тонкая. То есть, она идеальна для пошива легких одежды. Но сейчас его в Турцию сам даже бесплатно привезли, его уже никто не купит, потому что, во-первых, мы прекратили так называемую кубку. Кубка, когда она была в Криолине, Криозоте его купали, сейчас ее из-за экологических проблем, ну, признали почему-то, ну, скажем, небезопасной и великие-то уколы, но она не пошла. Плюс теперь у нас нету практически, абсолютно нету механического съема. То есть, вся у нас овчина, получается, она в дырках. В дырках и в болячках. То есть, кто такой кубку будет выделывать, это, вернее, даже покупать, даже смысла нет. Поэтому сейчас совместно с МСХ мы уже начали разрабатывать программу по повышению качества, скажем, по МРС, это вот эти вопросы мы озвучили. Плюс еще дело в том, что есть такой закон о ветеринарии, по которой, скажем, крестьянин, который забивает скот, разницы нету, что МРС, КРС, для дальнейшей реализации на рынке он обязан бить его в убойном пункте. В убойном пункте уже таких подразий не будет. Все-таки там ему проще будет снять механически, поэтому она будет повышать качество. Этот вопрос мы уже подняли, надеемся, на следующей неделе мы все-таки продолжим работать по этой теме. То же самое по КРС качеству, да, скажем. Сейчас, если взять, скажем, 100 шкур, 100 шкур, да, из них только одна шкура будет второго сорта. Первого даже нету в Казахстане. Первого нету. 15 шкур будет где-то третьего сорта. И остальное, там сколько, 85-86% это четвертый, пятый. То есть она вся в дырках. Плюс к этим дыркам добавляются такие свищи, дырки на коже. Это из-за, скажем, личинки, овода. Сейчас месельхоз, конечно, который подконтрольный им хозяйство, они их полностью прививают против овода. Но частники, частники не прививают. То есть получается 30% шкур, они, получается, плюс... Просто не пригодны для вас делать. Да, она, мало того, что вся в подразях, она еще и вся в дырках. Тоже этот вопрос озвучили. Уже программа, в принципе, есть. Вот сейчас тоже хотим. Сейчас вот еще. Опять же, возвращаясь к теме, например, закон о ветеринарии, основная масса скота бьется для реализации. То есть опять же, тот же, скажем, крестьянин, корову, сам не может дома забить и пойти на базар. Он должен обязательно пойти на убойный пункт. Там есть вид врач и так далее. Осмотрит мясо, даст заключение, что она пригодна и так далее, что она не больная. И, опять же, на убойном пункте. Но мы видим, да, что 90% у нас этого не делается. То есть закон просто-напросто не соблюдается. Сейчас, если его под контроль взять, качество сырья повысится. То есть если мы эти 100 шкур могли, скажем, потом в продукцию продавать, ну, могли, скажем, которые сейчас качество, да, такое, скажем, ужасное, это, скажем, ну, на 2000 долларов, скажем, если в полуфабрикате. А если, например, качество поднять до приличных, то, например, это будет раза в два. А если брать почти 3 миллиона шкур, которые нам надо перерабатывать, которые эти 3 миллиона шкур, например, государство, не государство, а наши все кожезаводы спокойно их могут перерабатывать. Мощность хватает. Такой момент, если бы мы этого не знали, да, то есть, ну, во-первых, даже новый мясокомедит, который сегодня строится, почему-то строится без шкур посолочных цехов. То есть, проблему сырья они вообще не учитывают. Если говорить об опыте вот в нашей стране, я, наверное, один из немногих, кто начинал работать еще при Советском Союзе, и мясокомедитаты, те, кто забивал скот, с них в первую очередь спрашивали за качество сырья. У них до 90% должно быть первого сорта сырья. То есть, они его мыли, мездрили, тузлаковали, то есть, про то, что вообще, наверное, сегодняшний день даже и не знают. Да, слова такие забыли. Да, они забыли уже эти слова. То есть, потом предпроизводственная практически вся была подготовка этого сырья. И поэтому, потому что это был валютный товар. То есть, это валюта страны. Ничего не изменилось. И сегодня это валюта страны. Но в том виде, в котором мы говорим сегодня, то есть, это же никому не нужно. То есть, никакой валюты страны этого не получат. Непонятно, как открываются комбинаты без шкура посолочных. То есть, это еще один вопрос, который нужен. Но это все вопросы все-таки, наверное, следующего шага. Самый первый шаг для того, чтобы сегодня мы начали работать, чтобы сегодня начали работать наши обувные. У нас нет один из вопросов. Давайте говорить о... У нас ведь еще есть госзаказ. То есть, есть милиция, полиция на сегодня. Армия. налог. Там есть куча разных... КТЖ, я уверен. КТЖ. Это в Самрук Казана. Кстати, вот Самрук Казана вот в этом году первый раз пошли нам на встречу. Да. Значит, мы совместно с министерством индустрии, и они... Сейчас разрабатывается дорожная карта. Как они смогут размещать? То есть, во всяком случае, определили хотя бы круг поставщиков, которые могут участвовать. Потому что, ну... 60%, то, извините меня, работа, и в вторую очередь это кожа. Как довести содержание казахстанского до 60% если... Без сырья, да? Без кожи. Там каблуки и замок остаются. Да, причем ни каблук, ни подушу в Казахстане тоже не делают. И замки тоже не производят. Поэтому хотя бы работа и кожа уже есть, так скажем. Поэтому мы говорили о том эффекте, который... Это и фурнитурные заводы, и, скажем так, я вот в свое время и обучался в итальянском институте, неапольский институт в Кажерной промышленности Италии по линии Тасис тогда. И почему создаются такие кластеры? Каждый завод он обрастает такими. То есть, скажем, если есть обувной, хорошо, постоянно работающий, обязательно будет небольшое предприятие по ремонту обувных. Ну, вокруг большого предприятия всегда будет, да, всегда, несколько предприятий обеспечивать его. Второй момент. Все вот эти обувные, я уже хотел, мы говорили с обувщиками, ведь малые города. Да. Это как раз то, что если в больших городах, скажем, в столичных работа еще как-то находится, то в малых городах, особенно вот женской части, да, от 20 до пенсионного возраста, где они там найдут работу. Либо это какой-то металлургический комбинат, там, либо это добывающая промышленность, там, где женщинам нет места. Вот, скажем, я почему понял этот вопрос, я, у нас завод находится в Аркалыке, мы работаем там, и если вот сегодня все-таки мы начнем работать, то вот этот эффект, о котором мы говорим, у нас есть уже свое построенное швейное предприятие. Да. На 30 рабочих мест. И оно будет дальше. Это заготовители, это рядом местный комбинат, который запустили в этом году, будет куда при сегодняшнем запрете, ему не нужно везти за 3-9 земель, мы рядом поставка сырья. Поэтому я думаю, что если дальше это все развивать, то, пожалуйста, вот вопрос с рабочими местами в Аркалыке, он решится хотя бы наполовину. Очень хочется на это надеяться, к сожалению, мы ограничены по времени, и тем не менее, спасибо вам за интересную беседу. Я вам хочу пожелать, чтобы все ваши проблемы решились, чтобы вас услышали и, наконец-то, при таком большом, огромном потенциале, чтобы мы, наконец-то, могли своих детей хотя бы обывать в качественной обуви казахстанского производства. Спасибо вам большое. На сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Удачи вашему бизнесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова